Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Евгения Фахурдинова, и мои коллеги, репортеры программы в этом выпуске. С миром на равных в Минске прошла третья международная школа журналистики. Царь-девица спектакль по поэме Марины Цветаевой раскрыл красоту русского фольклора. В Доме русского зарубежья презентовали новый альманах, объединивший авторов со всего мира. А теперь подробнее об этих и других новостях. Международная школа журналистики с миром на равных уже в третий раз объединила учеников старших классов. Ребята из России, Беларуси, Узбекистана, а также освобожденной территории Херсонской области перешли от слов к делу. Сразу после лекции погрузились в будни профессиональных журналистов. Подробнее далее. Образовательно-культурный центр русской словесности «Просвещение без границ» при поддержке фонда «Русский мир» собрал в одном месте учащихся старших классов и студентов учебных заведений из нескольких стран. Ребят ждали лекции, практические занятия, посещение факультета журналистики Белорусского государственного университета, а также музея современной белорусской государственности и многое другое. Мы работаем с профессионалами, нас учат правильно говорить, правильно ставить речь, правильно выглядеть в кадре. Мне рассказали всякие тонкости, всякие, что журналистика – это не просто красивая картинка, просто постоять на фоне и рассказать о своем дне и о новостях. Я раньше думала, что это именно так. Дается красивый сценарий, и все. Ты стоишь, читаешь. На самом деле это не так же, навестить это очень трудно. Содействие объединению молодежи разных стран, их межкультурному общению на русском языке, обучение современным навыкам профессии журналиста – все это задачи, которые поставили перед собой организаторы проекта, в их числе и духовные ориентиры. Вот слово может убить, а слово может исцелить. Так вот очень важно, чтобы информация, которую вы даете, чтобы она собирала человека, вдохновляла, делала более человечным, но не распрощенным. Участники международной школы посетили информационное агентство «Спутник Беларусь». Им показали рабочие места сотрудников издания, мультимедийный центр, Ньюсовом и радиостанцию. Добрый вечер! В студии Александр Чулытко. Перейдем к новостям. Здорово, здорово! Как будто на радио обожаю это все делать, на практике, когда можно знание по имени. Посмотрели, как профессиональные редакции, журналисты работают, редактируют. Мне понравилось. По словам организаторов, такие мероприятия создают условия для эффективной самореализации молодежи, формирования гражданственности и патриотизма на основе духовной общности народов. Итогом смены стала презентация медиапроектов, разработанных ее юными участниками. Любовь Курьянова, специальная для телеканала «Русский мир». Поэма Марины Цветаевой «Царь-девица», написанная ею в 1920 году, обрела новую жизнь благодаря постановке Дмитрия Бозина на сцене театра «Романа Виктюка». Что скрывается за текстом, наполненным традициями устного народного творчества, узнаем из следующего сюжета. Поэма Марины Цветаевой «Царь-девица» написана по мотивам сказки из фольклорного сборника Александра Афанасьева. Однако сюжет о злой мачехе она изменила согласно собственной творческой манере. «Счастливый конец» обернулся трагическим мотивом невстречи влюбленных, характерным для всего ее творчества. И Цветаева пишет именно внутренними словами, теми словами, которые нас из-под кожи трогают. И потягивается, подрагивает, устами уста подрагивает, как жалом в него вонзается, как в яблок в него вгрызается, из сердца весь сок вытягивает, в глубинную глубь затягивает. И все время такими старославянскими песнопениями, наговорами, заговорами она пишет и пишет и пишет. И актеры, к счастью для меня, и Вика Савельева, и Дима Жойдик, и Стас Мотарев, они и сами этому ритму поддаются. В театре романа Виктюка давно и успешно занимаются поэтическим театром. С 2015 года на его сцене идет трагедия Марины Цветаевой «Федра», где главную роль исполняет Дмитрий Бозин. Мало кто берется ставить, потому что она очень сложная. Но Дима, в нем столько страсти, столько любви к этой поэме, вообще к Цветаевой. Действие царь-девицы разворачивается в условном временном пространстве. Композиционный центр сценографии у художника Владимира Бойера – это корабль, на котором приплывает главная героиня. Он же становится колыбелью для царевича. А костюмы Евгении Панфиловой стилизованы под древнерусские наряды с элементами фантастики. И в каждом из них есть волшебная ошибка – стилистический казус, раскрывающий очередной образ. Царевич – это такой молодой человек, царевич, в общем-то, который живет в своем мире, в таком вот обособленном. Ему ничего не нужно. Он играет на своих гуслях, занимается музыкой. И вдруг, вдруг его тянет вдаль, в море. Что-то такое тянет. Тянет то, чего он сам не сознает, что вообще. А потом зритель узнает, что его тянет, в общем-то, большая любовь. Простая бытовая речь в спектакле соединяется с мелодекламацией, старославянскими напевами и заклинаниями. Взяв за основу старинную сказку, Цветаева создала удивительное пространство, в котором ветер говорит с морем, а человеческие чувства равны стихиям. Такими захватывающими словами написано, такими откровенными и полными веры в то, что человек эту свою чувственность все-таки знает. Пусть он не пользуется ей, но знает и может хотя бы на два часа этого спектакля в этой своей собственной чувственности побыть. По словам Дмитрия Бозина, царь-девица – это не детская сказка, а трагедия. Но она полна юмора и волшебства. Люди из зала уйдут с ощущением чуда и веры в беспредельность любящих. Альбика Ильясова специально для телерадиокомпании «Русский мир». Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан при поддержке Фонда памяти преподобной Евросинии Московской приглашают принять участие в конкурсе педагогического мастерства среди учителей русского языка под названием «Филолог года 2023». Для этого необходимо отправить видеозапись мастер-класса по русскому языку, а также эссе на тему «Мои педагогические находки». Победитель получит диплом и ценный приз – ноутбук. Поторопитесь, работы принимаются до 5 мая. Накануне в Доме русского зарубежья при поддержке Российского национального музея музыки и Центрального дома актера прошла презентация нового литературно-публицистического альманаха «Слова и смыслы». Подробнее в материале моей коллеги Татьяны Орловой. С наступлением весны вышел первый номер альманаха «Слова и смыслы», в котором объединились авторы со всего мира. Среди них представители из России, Франции, Латвии, Литвы, Израиля, Белоруссии, США и других стран. Задача нового литературно-публицистического издания – сохранение и поддержка русской словесности и культуры. Принцип «Толстого журнала» подразумевает, что у нас открыты абсолютно все рубрики в любой жанровой специфике от художественной прозы, поэзии, публицистики, мемуаристики, библиографии, историографии, мемуары. Все, что угодно. Я даже не знаю, что вам еще назвать. У нас просто совершенно нет никаких ограничений, кроме одного, но самого важного – это качество текста. «Альманах» сотрудничает как с начинающими, так и с уже известными авторами, среди которых русский православный философ Татьяна Горячева, кинокритик Ирина Павлова, священник-отец Андрей Ткачев, художник и поэт Андрей Карапетян, актер Леонид Серебренников, поэт и писатель Олеси Николаева, искусствовед Светлана Загорская и многие другие. «Альманах» у нас получается очень интернациональный, потому что часть редакции, как я сама, находится в Париже, часть в Москве, а типография, макета, корректура в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге у нас очень интересные и замечательные люди, с которыми мы работаем уже более 12 лет. «Слова и смыслы» – это больше, чем «Альманах». Это целый проект, куда входит печатная версия качественного толстого журнала. Сайт, объединяющий русскоязычных людей со всего мира, а также чтение в книжных магазинах и библиотеках, как в России, так и за рубежом. «Я люблю толстые журналы, особенно, когда они исповедуют традиции, в которых есть основополагающие моменты. В этом толстом журнале обещано обходиться без политики и без русофобии. Для русского зарубежья отсутствие русофобии – это огромный плюс». На страницах «Альманах» и «Слова и смыслы» обсуждают насущное и вспоминают былое. Говорят о важном, нескучно рассказывают о серьезном. Здесь беседуют с интересными людьми, и каждый может найти то, что давно искал и почти отчаялся обнаружить. Международный трехдневный марафон «Полет над миром» подарил всем желающим встречу с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко в стенах фонда «Русский мир». С Героем России пообщалась и наша съемочная группа. Международный трехдневный марафон «Полет над миром» завершился форумом с участием летчика-космонавта и Героя России Андрея Борисенко. Он поделился интересными профессиональными историями и ответил на вопросы детей из 37 стран мира. Что надо уметь, чтобы попасть на МКС и стать космонавтом? Спасибо за вопрос. Но, наверное, сначала стать космонавтом, а потом уже попасть в качестве космонавта на МКС. Чуть-чуть другая последовательность. На самом деле, уметь нужно очень-очень много. Вот если мы посмотрим требования к космонавтам, то увидим, что, во-первых, нужно иметь не только полное образование среднее, но и высшее образование. Причем уровень не ниже, чем специалист или магист. Нужно иметь отличное здоровье. Здоровье, которое выше уровнем, чем среднее здоровье для землянина. Идет ли время в космосе быстрее? Как можно стать космонавтом и попасть на МКС? Что самое страшное – запуск или посадка? Вопросов было много, и на каждый летчик-космонавт ответил с большим удовольствием. Ребята узнали, что в космосе можно не только выращивать пшеницу, но и с помощью средств IP-телефонии держать связь с родными и близкими два раза в день. Мы тоже задали герою России свой вопрос. Если говорить о еде, то да, есть такое блюдо, которого мне все время не хватало. Это сырники, которые прекрасно готовит моя жена Наталья. Вот сырника в космическом рационе нет, поэтому они часто мне вспоминались. Особенно по завтракам, во время завтрака на борту станции. За одни сутки в космосе можно встретить 16 восходов и закатов. Для Андрея Борисенко это были обычные будни, и они оказались настолько фантастическими, что ему никогда не снились сны. После того, как я закончил свою активную космическую карьеру, получилось так, что мне внезапно начали сниться сны о космической жизни. Полеты в космос, работа на орбитальной станции, подготовка к полетам. Стало сниться очень часто. До этого не было. Но, конечно, снится не число этих закатов и восходов, а снится сама прекрасная наша Земля, красивый космос, который человек, космонавт, имеет возможность наблюдать своими глазами. Летчик-космонавт Андрей Борисенко побывал в космосе дважды, проведя за пределами Земли более 11 месяцев, 337 дней. По его мнению, корабль «Союз» – самая надежная на сегодняшний момент космическая техника в мире. Что касается интереса космонавтики среди молодого поколения, то он растет. Такой вывод Андрей Иванович сделал по уровню вопросов, которые каждый год задают ребята. У меня два девиза. Бороться, искать, найти, не сдаваться. И если нельзя, но очень хочется, то можно. Новые горизонты, где бы они ни открывались, в космосе или на Земле, это новое направление развития нашей жизни, нашего мира, то, что окружает нас, и любая новая информация о той природе, которая существует вокруг нас, она делает нашу жизнь лучше и уберегает нас от многих опасностей, о которых до этого момента мы даже не предполагали. Встреча с космонавтом была организована Государственной корпорацией «Роскосмос» Международным экспертным советом «Синергия талантов» и фондом «Русский мир». Гости мероприятия ознакомились с лучшими творческими работами детей, российских соотечественников, проживающих за рубежом, по результатам международного конкурса «Моя галактика-2023». Равид Гор специально для телеканала «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru Берегите себя. Всего доброго и до свидания.